Продолжаем выпуск. Более 95% казахстанцев удовлетворены отношениями в семье. Такие данные привели в Минкультуру и информации. Количество семей в целом выросло более чем на полтора миллиона за последние 10 лет. А количество разводов при этом снизилось на 48,6%, сообщили чиновники в кону Дня семьи. Он празднуется каждое второе воскресенье сентября. Какие еще интересные данные привели в Минкультуру, расскажем в следующем сюжете. Культивирование позитивного образа семьи, брака, продвижение семейных ценностей – это задача национального значения, подчеркнули в Минкультуру и информации. К тому же принимаются все меры для укрепления ячейки общества. В пример привели закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, принятого недавно. Большая задача – это снижение уровня преступности семейно-бытового насилия, а также улучшение психологического климата в семье, отметили спикеры. Чтобы культивировать образ семьи, проводится ежегодный конкурс «Мирели от Баса». За 10 лет в конкурсе приняли участие более 20 тысяч семей со всех регионов. В этом году на региональном этапе национального конкурса «Мирели от Баса» зарегистрировано 3369 заявок. В 2023 году их было несколько меньше, и эту положительную динамику мы не можем не отметить. Также ежегодно при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейной демографической политики совместно с Союзом отцов мы проводим большое мероприятие «Форум отцов». Активно развивается и наше международное сотрудничество совместно с детским фондом ООН-ЮНИСЕФ. Проводится работа по повышению осведомленности родителей в отношении этапов развития и мониторинга развития детей в раннем возрасте в Казахстане. Современные семьи, к сожалению, часто распадаются, сказали спикеры, и об этом говорят статданные, так же, как и по бракам. Но вот статистику по холостым мы не ведем, сказали в Минкультуры. Зато есть данные по семьям. У нас их порядка 5,5 миллионов, вы это слышали. Отдельно мы отсматриваем статистику по разводам, по бракам, соответственно. По разводам просто хотел бы одну деталь отметить. Мы вот, например, посмотрели по тенденциям. Чуть меньше года, буквально две недели осталось, как из органов юстиции, РАКСов, функция эта перешла в госкорпорацию. И, например, за это время у нас там порядка 15,5 тысяч было подано заявлений на разводы. Вот такую статистику мы ведем. Ну и стало удобным то, что теперь заявление на брак можно подать онлайн, но нужна ли такая услуга и для разводов, спросили у специалистов. На это ответили, что прилагают все усилия для сохранения семьи. Самоуспокоением никто не занимается. Есть тенденция к снижению, но мы понимаем, что нужно эту работу продолжать. Видите ли, в чем дело. Вот как раз-таки, когда эту функцию передали в госкорпорацию, услуга стала полностью электронной. Сегодня действительно для того, чтобы подать заявление на развод, достаточно через портал электронного правительства, либо сервис электронного правительства отправить документы. Только в одном случае, потом, постфактум, уже бывший муж и жена встречаются тет-а-тет непосредственно, когда регистрируется факт, собственно говоря, брака расторжения. Ну и опять-таки статистика. В прошлом году количество жалоб и обращений в полицию по поводу бытовых конфликтов сократилось на 14,2%, преступлений на 2%. Наказание правонарушителя увеличилось на 51%, аресты в два раза. В каждом районе и районном отделении полиции открыли отряды по защите женщин от насилия. Работают следователи женщины отметили в МВД. Суду предоставили право временно выселить дебошира из дома, и агрессоры при этом обязаны пройти психологические курсы. Но поможет ли это в будущем, покажет время.